всем привет меня зовут аня добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра сегодняшнем видео я вам расскажу кое-какие аспекты про беременность то есть это будет такая беременная болталка я надеюсь что вам такое видео понравится конечно же может быть она будет более актуально тем девушкам которые либо находятся в положении либо планируют ребеночка ну не знаю в общем надеюсь что вам оно будет интересно может быть кому-то будет также и полезно расскажу вам о кое-каких вещах и у меня вещи как обычно не вещи от те темы на которые я хочу поговорить выписаны в телефон дабы мне ничего не забыть но первая тема это пол ребенка и кстати у себя в instagram я опубликовала такой опрос я там частенько делаю различного рода опросы спрашиваю ваше мнение и спросила я как вы думаете кто у нас будет мальчик или девочка инстаграме результат результаты такие 44 процента проголосовала за мальчика и 56 процентов проголосовала за девочку то есть с небольшим очень очень небольшим преимуществом девочка набрала больше как сказать голосов на ютюбе я заметила что под моим видео про беременность я вам рассказала что я нахожусь в положении что мы ждем ребеночка кстати заметила что как раз таки на ютюбе большинство написала именно про мальчика и было очень интересно читать что кто-то смотрел что вот у меня ногти были голубого цвета что это значит что я вот таким образом как бы делала подсказку вам что у нас допустим будет мальчик потому что ногти голубого цвета кто-то думал что у меня розовое кресло на сзади меня на заднем плане значит это будет девочка то есть но очень было очень интересно кто-то писал что если у меня Мне там постоянно жарко Это значит будет девочка Кто-то писал, что если меня тянет на сладкое Значит будет девочка В общем, конечно, мне было очень забавно почитать Но у нас будет мальчик Я, честно говоря, даже когда забеременела У меня было какое-то вот такое Не то, что вот прям Стопроцентная уверенность в том, что у меня будет мальчик Но мне даже моя мама спрашивала У тебя есть какое-то чувство Кто у тебя будет, мальчик или девочка И у меня было вот именно чувство того Что у меня будет мальчик И даже на приложении к телефону Я вам потом расскажу об этом приложении Там есть такая опция Выбрать имя То есть для девочки и для мальчика И с самого начала Самого первого месяца беременности Я думала, что у меня будет мальчик Я не говорила, что у меня там какое-то Седьмое чувство или предчувствие Просто я вот как-то знала И поэтому, когда нам на УЗИ Подтвердили, что это будет мальчик Я, честно говоря, не удивилась Потому что я так и думала И как оказалось, так же думал и мой муж И, по-моему, так же думала моя мама Если честно, я не уверена Мам, ты тоже думала, что мальчик будет? Да, моя мама тоже думала, что будет мальчик И моя подружка лучше Тоже думала, что будет мальчик То есть в итоге, когда я сообщила Людям они не удивились Потому что вот как-то Не знаю, с чем это связано Но это, конечно, очень и очень интересно Такое вот загадочное явление Как вот люди его так могут чувствовать У нас будет мальчик И мы уже выбрали ему имя Как я вам сказала в предыдущем видео про беременность Имя Лев Лев, Лева, Левчик, Левушка Можно его там сокращать Уменьшительно, ласкательно Очень много вариантов Это русское имя И почему мы решили назвать его именно так Назвали его в честь моего дедушки Лева Которого, к сожалению, сейчас нет в живых Но вот очень жалко, что он не смог Вживую увидеть своего правнука Но мы решили назвать его Вообще без колебаний У нас даже не было, в принципе, других вариантов Сразу, как мы подтвердили Что это будет мальчик У меня было вот одно это имя Лев В честь дедушки Также мой муж Он очень тоже любил моего дедушку У них были хорошие, теплые отношения И, конечно же, он сразу согласился Вот Я считаю, что это очень красивое имя Оно благозвучное Оно хорошо звучит на разных языках Также мне нравится, что у этого имени Есть очень много вариантов Как я сказала, уменьшительно, ласкательных То есть их можно называть там и Левчик, и Левушка И по-разному Так что будет у нас мальчик Левушка Хочу вам показать парочку фотографий Своего дедушки, дедушки Лева Вот видите, тут написано 38-й год, ему 8 лет Дедушка пошел в школу Первоклассник Вот такая фотография Дедушке уже 20 лет Смотрите, какой симпатичный молодой человек 50-й год И вот такая фотография Это мой дедушка Бабушка И мелкая мама моя 67-й год Вот такие вот фотографии Ну и вот эта фотография уже таких последних лет Где дедушка уже выглядит как дедушка Вот такой вот дедушка Лева Кстати, пишите, пожалуйста, кто из вас угадал под этим видео Мне будет очень интересно почитать Угадали ли вы, что у нас будет мальчик? Или вы думали, что все-таки будет девочка? Так, дальше хочу сказать про свое самочувствие Я думаю, что многие уже поняли из моих предыдущих видео И если вы следите за мной в Инстаграм То вы наверняка знаете Кстати, если вы не следите в Инстаграм Я вам советую на меня подписаться Потому что там вы сможете больше про меня знать Я там снимаю сторис практически каждый день Вставляю всякие вот такие голосовалки И вы можете написать мне личное сообщение и так далее В общем, Инстаграм Я часто жаловалась Ну и на Ютубе тоже жаловалась Что у меня самочувствие в жару ухудшается Я очень плохо переношу жару И как назло, у нас сейчас в Латвии Просто какая-то неимоверная жаркая погода Которая не свойственна для этого времени То есть для мая Нехарактерна такая жара У нас всю неделю стоит солнце 27, 28, 29, 30 градусов На вот это вот, на будущую неделю Я сейчас смотрю прогноз В тени На солнце, наверное, все 35 И я действительно от этого как бы страдаю Поэтому, в принципе, я и приехала к маме Многие, конечно, меня осудили под влогом Сказали, что я там ною Что я там заживалась Но действительно Опять-таки в Инстаграм я проводила опрос И спросила девушки У кого такая же неимоверная Как я написала? Вам было нереально жарко и душно во время беременности? 78% сказали, что им тоже было жарко и душно во время беременности То есть я не одна такая У меня такое чувство, что, знаете, как бы постоянно не хватает воздуха И поэтому, конечно, у мамы температура гораздо лучше Потому что окна находятся с двух сторон Можно хоть небольшой сделать сквознячок Немножечко проветрить И этаж не такой высокий, как на нашей, на той квартире То есть не так сильно прогревается квартира Поэтому здесь и я, и кошка наша Onyx Мы чувствуем себя гораздо лучше Но вот я очень надеюсь, что будет дождь Я думаю, что мало кто Мои подружки такие Нет, наоборот, хорошо На море можно поедать в Юрмал, можно поехать Но я жду дождя, я жду пасмурной погоды Потому что мне будет гораздо легче Кстати, платье у меня новенькое Из H&M Но это платье не для беременных Просто купила его в обычном разделе Но оно такое, знаете, широкое То есть для беременных подходит просто идеально Дальше хотела вам рассказать про витамины Да, витамины Вот такие вот Я, значит, имею Принимаю витамины К сожалению, я не могу вам показать пока что Для первого триместра Потому что у меня нету здесь этих коробочек Ну, я заказала сразу себе на всю беременность Эти витамины На все три триместра Витамины называются комплимбит Для беременных Я как о них узнала? Я узнала о них на всяких различных форумах На российских И многие беременные женщины Писали, что им гинекологи назначали Именно вот эти витамины Что было очень хорошо В принципе, я со своим гинекологом тоже проконсультировалась Она сказала, что да, очень хороший состав Так что можете пить Опять-таки, я никому не хочу И навязывать ничего В первую очередь Если вы находитесь в положении То, конечно же, вам нужно проконсультироваться С вашим лечащим врачом С вашим гинекологом В общем, с человеком, кто ведет вашу беременность Проконсультироваться Спросить Потому что у всех потребности разные Нужда в витаминах и минералах у всех тоже разная Поэтому это очень все индивидуально В моем конкретном случае Мне эти витамины очень подходят Они разделяются по триместрам То есть там первый триместр Вот у меня есть второй триместр и третий триместр Как я уже сказала, заказала я все это оптом Потому что витамины российские В Латвии у нас они не продаются Мне они очень подходят И вообще, кстати, комплевит Я пила не только во время беременности Я с этими витаминами знакома уже несколько лет До беременности я пила просто обычный витаминный Витаминно-минеральный комплекс Который предназначен, в принципе, для кого угодно Так что мне они очень подходили Я знала, что... Я была практически уверена, что именно эти витамины мне тоже подойдут И что все с ними будет окей По поводу того Многие меня тоже спрашивали Личные сообщения писали мне Спрашивали, когда я уже там перееду Либо обратно на эту квартиру Либо вообще, когда мы переедем То есть, когда я съеду от мамы Честно говоря, я не могу точно вам сказать Когда, какого числа Обязательно вам расскажу Как только я узнаю подробности Когда мы сможем уже переехать на новую квартиру Но на данный момент живу я с кошечкой у мамы И я говорю, что я не представляю Если бы я сейчас поехала бы туда, в свою квартиру Что бы я там делала Потому что там за, наверное, уже эти полмесяца А то и больше солнечных дней Без единого облачка уже квартира накалилась настолько Что там уже просто не то, чтобы дышать нечем Там уже реально, как вот кто-то мне сказал Как теплица Просто заходишь как в теплицу Либо как в сауну Либо как в баню То есть, очень и очень и очень неприятно Поэтому здесь я хоть могу жить Могу существовать Вот, многие мне тоже посоветовали поехать в Юрмалу Я, кстати, может быть съезжу Потому что в Юрмале у нас погода гораздо лучше На данный момент То есть, там нет такой жары Там больше свежего воздуха И там на пару градусов всегда прохладнее Поэтому можем съездить к морю тоже Подышать кислородом Подышать свежим воздухом Погулять вдоль побережья Так что это все очень даже может быть Очень мне приятно было получить ваши позитивные отзывы Под моим музыкальным видео Где я играла на фортепиано Поняла я, что вам хотелось бы впредь тоже видеть такие видео от меня Я, конечно, постараюсь записывать пока я здесь у мамы Пока здесь есть фортепиано То есть, я могу играть, я могу петь Мне действительно было очень отрадно получить столько много позитивных от вас отзывов И на этом, я думаю, закончим Спасибо большое, что вы посмотрели это видео Поставьте мне лайк, если вам это видео понравилось Также подписывайтесь на мой инстаграм Если вы хотите быть в курсе всех событий, которые со мной происходят Ну и, конечно же, я хочу пожелать, как обычно, отличного дня И прекрасного настроения И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok